Вот я когда слушаю отряды Путина, я все время думаю о том, что, наверное, правильно всего, аккуратно, мягко сделать переэкзаменовку. Быть политически активным крайне важно, потому что таким образом ты обеспечиваешь свое будущее. Абсолютно, это был такой тяжелый урок. А вот вы встречались с Алексеем Навальным после того, как он был отравлен в Европе несколько месяцев назад. Вы с ним? Да. На самом деле кажется, что это такой прыжок сейчас я совершаю, на самом деле нет, потому что мне очень важным кажется история о том, что нельзя очаровываться политиками, как в начале нулевых очаровались Путиным определенные слои населения, потому что когда у тебя теряется критическое мышление, ты начинаешь, вот ты из субъекта политики становишься объектом политики и не замечаешь те перемены, которые происходят. И в России сейчас, во-первых, чтобы это просто потом не вырывали из контекста, Алексея Навального отравили государственные спецслужбы, его арест, разумеется, преступление. Алексей Навальный должен находиться на свободе, а люди, которые его отравили, должны предстать перед судом. Но вот Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО, где-то под Владимиром, и происходит там заявление, скажем так, того же самого фонда борьбы с коррупцией. Я начинаю замечать за собой человек, который поддерживал Алексея Навального все эти годы и поддерживает его сейчас, но я за собой начинаю замечать, что я начинаю такой самой цензурой иногда заниматься, что я боюсь лишний раз критическое что-то написать про ФБК, потому что, с одной стороны, вот у них действительно такой страшный кейс политзаключенный, жертва политического покушения на убийство, с другой стороны, они предлагают какие-то экономические реформы. Ну, я хватаюсь за голову и говорю, вы обезумели, да? Да, я понял абсолютно вопрос. Экономические воззрения Алексея Навального в ресторане «Летранжер» 2011 года категорически отличаются от Навального в Шварцвальде 2020-го. Все-таки общение с Гуриевым, Алексашенко, мне очень хочется верить, что и мной тоже оказали достаточно серьезное влияние на его экономическое и политическое воззрение. То есть гораздо больше зрелости, гораздо больше прагматизма, и я считаю, что либертарианство — это как гедонизм, это не грехи или не ругательство. Вот, и прагматизма стало достаточно больше, и я четыре или пять часов расспрашивал его, что и как он собирается сделать, если выпадет такой шанс. И, наверное, мы совпали процентов на восемьдесят. Вот. Мы можем абсолютно критиковать Алексея Навального. Во-первых, потому что я к нему хорошо отношусь, и я хочу, чтобы его программы воззрения были лучше. Ну, например, почему не нужно иллюстрировать Потанина или Алишера Усманова? Вот здесь возник, возник, или почему нужно иллюстрировать. Вот. Здесь возник у нас категорический спор. Вот. Здесь мы не согласились. Почему всех вокруг путинских назначенцев глав госкорпораций обязательно нужно иллюстрировать вместе с Путиным? Здесь спора не возникла. Почему должен быть закон о минимальной зарплате в 25 тысяч рублей? А в целом он объяснил мне логику, и, наверное, это тот момент, когда, ну, давайте назовем это политический маркетинг, когда это тот, наверное, компромисс, который, понятно, почему он на него идет. Я согласен. И так далее. То есть есть моменты, но, еще раз, его политические воззрения на 80% совпали с моими. Я не думаю, что это тот человек, который бы лукавил, чтобы один вечер не перерос совсем в какой-то спор. Нет, он абсолютно не лукавил. Я согласен насчет политического прагматизма и популизма, но вот это вот слово прагматизм, оно достаточно такое. В политике бывает опасным, потому что Путин тоже вполне себе прагматичный политик. И я вот те политические решения, к которым он в итоге пришел, они как раз были и обусловлены прагматизмом, не допустить, ну, скажем так, выстроить ту систему, которую он, политическую систему, которую он рассчитывал построить еще, по-моему, в самом первом своем сроке. Смотря какая сверхзадача. У Путина сверхзадача не потерять власть, а здесь мы исходили из сверхзадачи процветания страны. А вот удастся ли это сбалансировать вот эти две сверхзадачи? Потому что ты в какой-то момент, когда ты убежден, что твой план приведет к процветанию страны, ты начинаешь бороться за власть, потому что если ты ее не удержишь, ты не сможешь провести этот план в жизнь. Ведь коррупция, политика, она так и происходит. Да, и здесь есть слабый кусок тонкого льда про добро с кулаками. Безусловно, то, что всегда не хватает либертарианцам, это всем. И эта дыра в книжке Мюррея Ротбарда, это то, что как бы зашкварно свои правильные ценности популяризировать и маркетировать, и зашкварно защищать свободу с кулаками. Вот, наверное, здесь нужно будет пойти тоже на какие-то компромиссы, понимая то общество, больное, больнющее общество, которое есть со всеми его, со всем этим чудовищным, чудовищной смесью рабства, социализма и набожности в голове. Понятно, но что перед тобой в 80% случаев просто люди, которые... Можешь уйти от слова пациента, но люди, которые нуждаются просто в психической или как минимум психологической реабилитации длительной. Ну, они травмированы режимом, разумеется. Они травмированы сотнями лет насилия, режимами один за другим, базирующимися на насилии. Иногда на слепом насилии, иногда просто на крайней бессмысленной жестокости. То есть люди в таком состоянии, а будем честны, недееспособны. Они не могут голосовать, они не могут принимать правильные решения по жизни, потому что они неправильно оценивают себя в этом мире, неправильно оценивают этот мир и не в состоянии вообще принимать осознанные какие-то верные решения. Поэтому я вот вчера очень задумался, когда увидел, как люди реагируют на арест Навального, я вчера тяжело и глубоко задумался об избирательном праве. И когда в Эстонии ввели, если ты не сдаешь историю эстонский язык, еще какой-то условно говоря ЭГЭ, у тебя есть серый паспорт, ты по-прежнему можешь путешествовать, тебе приедет полиция, скорая помощь, ты можешь выступать в суде, но ты не можешь голосовать и быть избранным. Естественно, их тут же назвали фашистами, потому что, ну вот как у нас все, то есть фашист для нас это абсолютно такое кодовое слово, вот заметьте, что... Не только для нас, это на Западе сейчас тоже очень распространилось. Ну, когда Россия напала на Украину, обе стороны друг друга называли фашистами. Вот, это важный фактор, это такая абсолютно скрепа, я бы сказал. Вот, их тут же назвали фашистами, я об этом, вот я когда слушаю отряды Путина, я все время думаю о том, что, наверное, правильно всего аккуратную, аккуратную, мягкую сделать переэкзаменовку, потому что мы же не даем шизофреникам или алкоголикам, или наркоманам в глубокой, там, какой-то, в одурманинном состоянии голосовать или садиться за руль. Мы не даем голосовать медузам или собакам. Почему существа, которые соображают хуже, чем собаки, могут голосовать и решать? Ну, вот они будут голосовать там за какого-нибудь Дугина или... Давай я здесь выступлю... Или Ралдугина. Смешно. А давай я здесь выступлю с неадвокатом дьявола, просто я прошел через вот этот вот мыслительный путь, который ты сейчас... Я не утверждаю, это знак вопроса. Я вот хочу как раз тезис бросить определенный, что опасность вот такой риторики заключается в том, что, во-первых, ты автоматически делишь общество на условную элиту и на условных всех остальных, и элита начинает, контролируя введение избирательного ценза, она таким образом цементирует свое элитарное положение. То есть мы сталкиваемся с тем же самым парадоксом, с которым сталкивается коммунизм, когда формирует класс номенклатуры, который якобы правит за народ, и у него появляется свой собственный классовый интерес. Здесь то же самое. Как только появляется группа людей, которые вводят избирательный ценз, она начинает манипулировать этим избирательным цензом для того, чтобы удерживать в своих руках власть и таким образом вырождается. То есть это абсолютно тупиковый путь развития политического, к сожалению. Да, это тонкий лед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!